Приближается праздник Пасхи. Сегодня я со своей подругой Татьяной расскажу вам про один обряд, который делается в Пасхальную Седмицу. Именно в Пасхальную Седмицу открываются небеса. А сейчас я бы хотела коротко вам рассказать про дату Пасхи. Дело в том, что Пасха никогда не бывает в числе. Она исчисляется, и она наступает после весеннего равноденствия, второе воскресенье после полнолуния. Это у православных. У католиков первое воскресенье после полнолуния, у нас у православных второе. Почему так? Ну вот так сделали. Ну, вы знаете, не в обиду католикам, не в обиду всем верам, потому что я уважаю абсолютно все религии. Если человек верит в Бога, старается жить по-божьему, он уже находится как в тормозах. Он что-то может не сделать. Точнее, что-то плохое он никогда не сделает. Он будет думать. А как на это посмотрит Бог, Аллах? Любой представитель религии, когда он верующий, то он задумывается. И это очень важно. И детей нужно воспитывать в вере. Когда ребенок знает, что хорошо, что плохо, у него будет ответственность. Он подумает, так, от мамы, от папы я могу скрыть, от Бога я не скрою. Он всегда будет видеть и знать. Итак, что же хотела бы сказать про Пасху? Дело в том, что я постоянно замечаю следующее. Когда начинается Страстная неделя, вот сейчас идет Страстная неделя перед Пасхой. Страстная, потому что это скорбная неделя, Страстная. В среду Иуда предал Иисуса Христа. В пятницу Иисуса Христа распяли, а в воскресенье Он, как мы знаем, воскрес. Именно всегда в эту пасхальную седмицу всегда портится погода. Либо может быть солнце, но холодно. Либо дожди идут. Даже вот мои друзья говорят, а, еврейские кучки начались, поэтому, когда еврейские кучки, тогда и холодно. То есть еврейская Пасха совпадает с католической Пасхой. Ну, Пасха еврейская – это Песох. Кстати, именно на православную Пасху зажигается в Юрсалиме благодатный огонь. Есть старенький-старенький батюшка, который молится очень долго, и дается этот огонь. Это не такой огонь, как у меня. Это тот огонь, который не жжет руки, не жжет волосы. Первые минут 15 люди умываются этим огнем. Но он не жжет абсолютно. Привозят на родину. И даже у моей подруги было чудо. Она исцелилась при помощи этого благодатного огня. Просто у себя дома помолилась. Ей привезли из Израиля. Друг дружке люди передавали. И она помолилась. И она исцелилась от тяжелой болезни. Ей врачи говорили, нет, это невозможно. Но у нее все получилось. Итак, какой же обряд на Пасху? В Пасхальную Седмицу открываются небеса. И мы можем загадывать желания, можем просить у Бога. И эти желания исполняются. Но не просто сели дома, попросили, а нужно пойти в храм, особенно это в соборах. Есть колокола, подняться, попросить у Бога то, что мы хотим, и позвонить в колокола. Ну да, то есть в каждом храме, допустим, пасхальная ночь, с субботы на воскресенье, с понедельника открыто небо. И каждый прихожанин, каждый желающий может подняться на колокольную и позвонить в колокола. Что это дают? Значит, это дают. Если маленькие дети, с маленькими детьми, значит, беспрепятственно, причем поднимаются туда, уходят, значит, из пухи, уходят с глаза, если есть незначительная какая-то порча. Ну, то же самое, это можно попросить тот, кто хочет быстро выйти замуж, что-то в особенности. Но просить нужно с верой. Потому что в Библии, как в Библии написано, по вере нашей нам и воздастся. Если мы верим в это, мы обязательно получим желаемое. Если не верим, Бога никогда не обманешь. Можно обмануть соседа, значит, мужа, маму, кого угодно, Бога никогда не обманешь. Потому что наши мысли считываются и материализуются. Сейчас период пандемии от коронавируса закрытой церкви. Но в некоторых церквях все-таки службы идут. Да, и можно позвонить в колокол. Либо, если службы не идут, но на колокольню вас могут пропустить. Дело в том, что колокольный звон, он сам по себе, он дает исцеление. А если вам удастся позвонить в колокола, то будьте готовы к тому, что ваше желание исполнится. И вы в течение этого года не заболеете тяжелой болезнью. Вы очиститесь от магического воздействия. Если на вас магия, какая-то страшная порча, вы исцелитесь. Постарайтесь найти колокольню, церковь и попросить батюшку. Обычно пускают в пасхальную седмицу. Тем более, если запрещено там находиться большому количеству людей в период пандемии, в том числе и в церкви, на колокольню всегда пропускают, потому что туда не заходит большое количество людей. Там может быть максимум три человека. Дерзайте, и у вас все получится. На такой ноте мы с вами прощаемся. Загадывайте желание, просите у Бога, и будет вам дано. С вами были Татьяна и Наталья. Как ты хочешь, мадам? Скажи мне только, да-да. Как ты хочешь, мадам? Скажи мне только, да-да. Скажи мне только, да-да. Надень свой парашют, давай, полетай. Мы полетаем. Мы полетаем.